никогда не ешьте эти продукты зимой если вы будете их употреблять то вы всегда будете болеть с вами борис рогозин я врач аэрведы практикую последние 25 лет и сегодня я вам расскажу какие же продукты лучше никогда не употреблять зимой где бы вы не находились аэрведа китайская медицина и группы есть продукты согревающие выпиваете имбирный чай вам жарко и есть продукты охлаждающие вы съедаете мороженое и вам холодно аэрведа говорит о том что нужно жить в ритмах природы и понимать какой сезон что можно есть а что лучше не есть итак зима это сезон капха доши когда у нас увеличивается большое количество слизи когда у нас появляются простудные заболевания связаны с кашлем когда из-за холодной погоды и из-за отсутствия солнца мы можем погружаться в депрессию наше пищеварение в некоторых случаях ухудшается и капха или слизь увеличивается поэтому многие люди они увеличивают даже свой вес отечность в течение зимы но также зимой когда наступает вторая половина зимы увеличивается вата доша а вата это сухость это большое количество ветра и такое большое количество холода внутри и поэтому часто мы зимой используем больше кремов больше масел больше каких-либо процедур для нашего организма для того чтобы уйти подальше вот от этой сухости аюрведа говорит о том что режим дня также влияет на пищеварение но если мы берем только зиму то есть определенные диеты к примеру сыроедение которые вообще не рекомендуется зимой ни китайской ни тибетской не аюрведической медицины потому что если вы сыроедите то вы просто постоянно увеличиваете холод в своем организме а холод это болезни которые приводят к излишнюю весу ухудшение работы опорно-двигательного аппарата улучшение работы нервной системы и так далее это конечно не произойдет завтра но это накопительный эффект поэтому первый продукт который не рекомендуется есть постоянно или по крайней мере в сыром виде это проростки вы знаете что когда можно увеличить витаминное содержание в организме увеличить энергию мы часто проращиваем овес пшеницу маш и много-много других семян которые мы любим проращивать но именно вот этот продукт в пророщенном виде не рекомендуется во-первых есть зимой больше чем столовая ложка в день а остальную часть если у вас есть допустим проращить пророщенный маш лучше всего варить именно сваренные продукты приносят тепло внутрь нашего организма если вы продолжаете все-таки увеличивать объем именно холодных продуктов такое как молоко с бананом сдоба из муки высшего сорта или хлеб из муки высшего сорта которые вы покупаете утром а вечером он уже такой становится черствый то есть не очень хорошего качества мука продукты богатые водой огурцы спаржа тыква кабачки и сельдерей в сыром виде не рекомендуется употреблять зимой то есть лучше всего если вы любите спаржу тыкву кабачки сельдерей лучше их готовить и готовить со специями специи которые также дают тепло это куркума тмин и кориандр можно также использовать другие специи свекла сельдерей брокколи капуста любая капуста и белокочанная цветная любые виды капусты зеленая фасоль пастернак картофель эти продукты очень хорошо использовать только в приготовленном виде сыроедение это не зимнее увлечение но в принципе сыроедение это в принципе не про здоровье но зимой это прям совсем плохо ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео дальше рассказываю про продукты которые не нужно употреблять зимой сочные фрукты манго папайя и виноград если вы зимой полетели куда-нибудь в азию на бали в индию в таиланд там конечно же стоит есть эти продукты потому что их много они вкусные спелые и ну невозможно удержаться я лично сторонник папайя прям больших количествах но когда вы находитесь в холодном климате россии и европы то не нужно употреблять этих продуктов очень много можно съесть как деликатес там раз в неделю два раза в неделю но нельзя есть постоянно ягоды клубника малина и вишня в сыром виде не нужно потому что некоторые себе позволяет покупать и в больших количествах и я знаю нескольких вегетарианцев которые каждый день едят свежую клубнику и малину это не дешево но в приготовленном виде то есть в виде варенья в виде различных компотов когда вы покупаете допустим сухую или замороженную и готовить из них компот это полезно дыня арбуз тоже эти продукты которые увеличивают большое количество воды и лучше их не употреблять в зимнее время большое количество кисломолочных и молочных продуктов то есть к этому относится и молоко поэтому молоко лучше всего зимой употреблять только со специями это куркума шафран это кардамон это гвоздика не употребляет не рекомендуется употреблять кефира и твороги на ночь и когда вы употребляете кефир просто кваша творог в течение дня лучше всего их обрабатывать или употреблять с горячей едой ну из творога можно сделать сырники вот из кефира даже не знаю что наверно добавить выпечку или флеб не нужно ни в каком виде употреблять кокос кокосовая вода кокосовое молоко конечно же там богаты электролитами калия натрия но они очень сильно охлаждают потому что их пьют к примеру в индии в холодный жаркий период для того чтобы охладиться не нужно употреблять большое количество миндаля не замоченного не очищенного лучше употреблять кеши льняные каши зимой не очень хорошо то есть употребляете их в маленьком количестве и всегда только в горячем виде и вообще любые каши особенно манка не рекомендуется зимой в холодном виде манку вообще лучше убрать в принципе из рациона потому что она дает только слизь но каша в холодном виде очень плохо будет перевариваться поэтому готовьте свежую кашу и используйте ее только в горячем виде мороженое замороженные овощные наборы лучше тоже не употреблять зимой и любые холодные напитки или напитки со льдом то есть если вы летом можете себе позволять нам различные лимонады и холодное пиво то зимой эти напитки употреблять не нужно лучше готовить свежие компоты из сухофруктов или сушеных фруктов или в конце концов из замороженных фруктов и из всех видов мяса пожалуй мясо свинины самые неподходящие для зимы потому что оно холодное и охлаждает человека я не говорю сейчас про вкусовые качества я говорю именно про то стоит ли использовать или нет также аэрведа не рекомендует использовать зимой мясо тех животных которые мало двигаются подумайте сами о каких животных я рассказываю друзья ставьте лайк этому видео рекомендуйте меня своим друзьям и задавайте вопросы пишите темы которые вам были бы интересны и я расскажу о них в следующем видео